Добрый день, сегодня 6 сентября 2024 года, я в Карловых Варах, посему записываю маленький кусочек, нашла еще один эпизод, который должен был войти в покупки конца августа, я про него забыла, то есть я его сейчас ставлю здесь, то что я наговорила, И в завершении ролика пупки подарки августа 2024 года, я хочу вам показать вот такую красивую сумку, красивую и дорогую, она от Шанель, очень скромная, кстати на одной из сумок, у моей дочери их 3, на одной из сумок, а вот она есть вот здесь внутри, это на этой тоже, внутри вот это знак и внутри написано, Потому что она, при том, что она любит вот такие дорогие сумки, она старается, чтобы они были не кричащими, и вот здесь-то вот тут написано, вот здесь вот капелюшечка, но оно настолько неярко, что это просто сумка и сумка, я ее получила сейчас на день рождения, потому что, если кто-то помнит, я вам рассказывала, что она мне в декабре подарила сумку от Луи Виттона, и я ее выгулила один раз и вернула, Потому что сказала, дочь, я понимаю, как ты ко мне хорошо относишься и какую дорогую вещь ты мне подарила, но я человек не брендовский, я человек удобства. И в той очень красивой сумке был большой недостаток, у нее не было кармана сзади, куда можно положить телефон, здесь вот он есть, как раз под телефончик, и я должна была ее открывать каждый раз для того, чтобы телефон достать. Я пользуюсь телефоном много, даже когда я вне дома, и замок там открывал сумку не очень широко, и я прям руку царапала об эти замки, я говорю, не-не-не, мне не надо такого дорогого подарка, я без него обойдусь. Видимо, она где-то в голове держала, что подарок вернули, надо что-то придумывать, и она мне еще дороже сумку купила, причем я, у нее уже три шанелевских, вот одну она мне подарила, а две еще остались. И она знает много про этот бренд и про другой бренд, и она считает, что это инвестиция вот в такие сумки, что они с годами становятся только дороже. Я ей верю, но я в такую продукцию не инвестирую, но подарок приняла с удовольствием, потому что он на самом деле легкий. Он вот такого качества, что нигде ничего не обдерется, будет жить долго и счастливо, что он называется. Можно на коротком носить ремешке, а можно через кроссбоди, что я очень люблю, я люблю, когда у меня руки свободные, когда у меня сумка висит просто на боку, мне это мурчит, мурчит. Кроме того, вот здесь вот есть потайной карман, если я возьму эту сумку с собой, то я там уже положила доллары на всякие пожарные, вдруг они мне там понадобятся, что называется. Я карточку, сейчас пойду сделаю карточку, чтобы ее там принимали, чтобы знали, что это я ее пользуюсь. Надо в банке сообщить, в какие даты, в какой стране я буду. То есть они у меня с собой, их абсолютно не видно, если бы она мне не показала, я просто открыла и говорю, а деньги куда складывать в вашей красивой сумке. Вот здесь есть еще одно отделение, куда тоже можно положить, оно такое использование, или телефон можно туда положить, если кто-то не пользуется так часто, как я. А сюда уже какую-то карточку или что вам удобно. Оно вот еще со второй, ну как-то называется, оно мне несколько раз называло, что она вот с этой штукой, которую можно здесь закрыть. И она говорит, что от воров это сильно хорошо в Европе воруют, я знаю. А тут два отделения. Одно отделение поменьше. И я сюда складываю всякие свои салфеточки, напиточки энергетические. Здесь же у меня расчесочка. Здесь же у меня салфеточки в туалет, если сходить. И у меня здесь салфеточки, руки протереть. И у меня здесь салфеточки для того, чтобы очки протереть. Вот все тут такое, это освежительная рта. Вдруг я съем чего-нибудь с чесночком, чтобы люди от меня не шарашились. Оно все хорошо, хорошо встало в этот отдел. Еще удобнее, чем мои любимые сумки, потому что, ну вот, их все видно на месте. И в этом отделе у меня мой кошелек. Я очень люблю, чтобы он у меня вот на эту кнопочку прицеплялся к сумке. Шанель не доработала этого варианта. Я сейчас, кстати, уберу отсюда лишние карточки. А может быть, его такой большой с собой не буду брать. У меня есть это такой малюхонький. Там будет и драйва-лайсенс на всякие пожарные. Я возьму водительское удостоверение. Вдруг мы машину где-то возьмем. На всякие пожарные я возьму. И здесь же у меня, здесь же у меня в этом маленьком отделе авторучка. Кстати, вот она у меня. А вот так надо нажимать. Она у меня вот с таким вот фонариком. Вот. И здесь же у меня помада. Это блеск. Блеск, кстати, я вот не положила блеск. Она меня с собой берет, потому что я же очень часто губы сейчас не крашу. У меня там татуаж розовый. Я просто вот этим блеском воспользуюсь. И все, и хожу такая вся счастливая, ухоженная. В одном кармашке ключи мои от всего. Я их выставлю, естественно, пока еще два дня они мне нужны. А в другом отделе у меня маленькие денежки будут лежать. И мои бизнес-карточки. Вот это вот у нас карточка для похода с малой в ее чаке чиз. Я его тоже достану, оставлю. В этом отделе есть, в этой сумке есть отдел под помаду. Вот он под помаду. Вот если я коротенькую помаду возьму, обыкновенную, то я ее сюда поставлю. Скорее всего, возьму телесного цвета. И будет у меня здесь помада. Но я еще не решила, я его возьму с собой в Европу или нет. Потому что я обычно в путешествия беру очень удобные сумки, в которых много-много карманов. И здесь у меня паспорт лежит, здесь деньги. Здесь у меня еще раньше камера входила. А сейчас надо, чтобы очки входили. Ну, очки сюда лягут. Но я вот эти практически не запихиваю в очечники. Я попросила в прошлом году, чтобы мне Альбина привезла новый фитляр под очки. Потому что тот, который она мне привозила почти 4 года назад, он у меня так потрепался уже, несмотря на то, что это эмаль. Внутри вот чего-то оно было не первой свежести. Она мне его привезла. Я им практически не пользуюсь, потому что вот такие шикарные очки купила, которые я с глаз снимаю, на голову надеваю. Предыдущие шикарные, дорогущие я не могла так нацепить, потому что они были такие легкие, что я их не чувствовала и могла легко потерять. А эти я при желании нахожу на голове. Те тоненькие-тоненькие такие были, прямо граммочков совсем немножечко. Вот эти мне очень нравятся, хотя уже, наверное, надо поменять. Приеду из Европы, пойду, какую листу схожу, потому что не помню, когда меняла. Уже всяко больше года прошло, потому что мы жили еще в Энмане, а здесь мы живем с июля. Вот это будет следующий проект, когда приеду. А пока вот я думаю, эту мне сумку взять или какую-то другую. Мне очень приятно, что мой ребенок подарила мне такой дорогой подарок. И на день рождения, и на Рождество уже не беспокойся. Она говорит, на прошлое и на будущее. То есть за два года, но все равно это дорогая сумка, дороже, чем та, которая была в прошлое. Я это очень ценю. Причем она, наверное, хотела, чтобы я сумку попросила, что ли, потому что она мне говорила, я тебе ее дам погонять в Европу. Я говорю, да не надо мне в Европу погонять, зачем мне по Европе гонять, у меня есть сумок, как у дурака Махорки. Потому что, ну, на самом деле, был в моей жизни такой период времени, когда я надевала красную одежду и красную сумку. Надевала золотого цвета одежду и золотую сумку. Надевала зеленого или желтого. И, соответственно, зеленого или желтого сумку. У меня очень много сумок. Но вот последние годы я просто одну сумку беру и ее ношу везде. Чего-то вот так во мне много-много поменялось. Я уже подумывала о том, что не избавиться мне ли от такого количества сумок. Но решила, что ребенок подрастает. Она у нас модница уже прямо сейчас. Глядишь, годика через 3-4 она начнет мои сумки носить. И поэтому я просто их все на полку поставила. Пусть ждут своей участи. А там разберемся, когда. Если ей не надо будет, то будем выкидывать. Хотя пока есть, что называется, не просят. Если вдруг мне это место понадобится, у нас внизу там полок достаточно. Я их куда-нибудь в коробочку туда перенесу. Просто надо подписать, что это сумки. А так мы, конечно, я очень ценю, что ребенок мне такой дорогой подарок сделал. А в конце скажу следующее, что у меня уже был момент, когда я подумала, что если бы со мной была вот эта дорогая сумка, и если бы эта женщина, которая очень грубо с нами разговаривала в одном из бутиков в историческом центре Мюнхена, может быть, она говорила бы с нами по-другому. Но это в том случае, если она понимает, какой это бренд, потому что там нигде не кричит, что это Шанель. Про этот случай я буду рассказывать в другом ролике, когда буду говорить о том, что Мюнхен нас разочаровал. И я не хочу туда больше ни разу приезжать. То есть опыт у нас был не самый лучший. А с вами я хочу попрощаться. Спасибо, дорогие, за то, что заходите и на этот канал тоже. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.